Вот смотрите, вот один маячок, да, мы видим. Так, вон там он, вон там он, видите, второй маячок. Между кирпичами, вы видите, какой разрыв уже? Эти маячки теперь здесь повсюду. Он началось все в январе этого года. По потолку и стенам в шестом подъезде вдруг поползли трещины. Часть перекрытия даже рухнула, только чудом никто не пострадал. Примерно килограмма на два с половиной, может быть, лежал кусок отваленный сверху. Перед этим как раз выходила с квартиры Кускова и чуть-чуть ее не ударило. Если бы ее ударило по голове, она бы не осталась живой. Спустя несколько месяцев вот коммунальщики и поставили маячки, но жители переживают, что на этом все и закончится. Ну, нужно ремонтировать, не доводить до той степени, когда это все может рухнуть. Тем более, по подсчетам жильцов, деньги у их ТСЖ успех имеются. За год у нас собирается 1 миллион 129 тысяч 249 рублей. Капитальный ремонт собирается 221 тысяча 500 рублей. Со слов жильцов, проблемы начались, когда коммунальщики заделали вентиляционные окна в подвале. С тех пор вода туда все равно попадает, но влага не успевает испаряться, и фундамент постепенно оседает. Но это лишь догадки, что на самом деле творится в подвале, им остается лишь гадать. Дверь туда в шестом подъезде заварена, через другую пускать коммунальщики отказываются. Вот и приходится лишь надеяться, что эти огромные лужи после последнего дождя не станут причиной трагедии. Вот он, шестой подъезд, где все отчитались, где все хорошо. На самом деле все ужасно, и скоро все просто развалится. Но нас председатель ТСЖ Виктория Гвоздик в подвал пустила. И оказалось, под шестым подъездом, ровно как и под всем домом, сухо и чисто. Но несколько лет назад здесь была свалка, а кое-кто из жильцов самовольно оборудовывал себе погреба. Территорию расчистили и решили, от греха подальше надо повесить крепкие замки. Что касается трещин, так они не только в шестом подъезде. С 15 до 16 в течение календарного года ведется журнал учета маячков. И после этого будем, значит, либо заделывать эти трещины, либо приглашать специализированную организацию, которая будет определять, какие последствия вот этих трещин. Но откуда они появились, затрудняется ответить даже председатель ТСЖ. Возможно, стены и потолок дали трещины из-за некачественного ремонта кровли. Его выполняла еще управляющая компания 5 лет назад. Однако уже известно, деньги, которые собирают жильцов на капремонт сейчас, в первую очередь потратят именно на крышу. Ольга Патрушева, Вадим Нечаев, Наше Время.